Потом не удивляйтесь, что у вас там ржавчина везде проступает. А на самом деле здесь вот такая дырка. Мы видим с вами свисающие куски бетона. Утилизируются двери сами по себе. Вот эти убогие ржавые подъемники, как могилки. Очень-очень недорого. Море волнуется. Раз. Три. Чтобы их не сломали. Вау! Это что такое, друзья? Смотрите, как вам это море, друзья? Убогое творение застройщика. О-о-о-о! О-о-о-о! Друзья, смотрите. Мусорбитое стекло. Тут есть изоляция, тут нет изоляции. Как принимали дом с этими колпачками, я, честно говоря, не понимаю. И еще дальше будем вас доить. Большая цифра. Плюс. Не про красы. Минус. Идет какой-то капитальный ремонт здания. Самый красивый двор, который я видел, стал продавать. Да добра наживать. О-о-о! Вы, главное, сегодня и сейчас купите у нас квартиру. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами находимся в поселках Бугры Ленинградской области. Жилой комплекс «Новый горизонт АЦДС» расположен на Тихой улице. И действительно, она пока тихая. Ближайшая станция к метро – Девяткино. И до нее 6,4 километра на собственном автомобиле. С комплексом граничит ледовый каток, пожарная часть и достаточно протяженная промка. За строчком комплекса выступает ООО «Новый горизонт-6» с уставным капиталом в 150 миллионов рублей. И отсутствующими сотрудниками с 2020 по 2022 года, согласно данных от налоговой инспекции. И застройщик «Новый горизонт-1» с уставным капиталом в 400 миллионов рублей. И на 2022 год у застройщика было 22 специалиста в штате. Разрешение на строительство данных объектов было получено еще в далеком 2014 году «Балт Инвест Групп». А в 2018 году «ЦДС» приобрел земельные участки с проектом. Немного изменил проект, натянув на сегодняшние нормативы и стал продавать. Да добра наживать! Застройщик внес положительные моменты в проект. К примеру, стены из ванных, выходящие в жилые комнаты, оборудованы до перегородкой из гипсовых блоков. Что я полагаю, положительно отразится на звукоизоляции. И возможно, когда ваша вторая половинка будет принимать душ, вы это не услышите. Электросчетчики перенесены из квартир в межквартирный коридор. Но это, я считаю, тоже достаточно удобно. К примеру, управляющая компания или обслуживающая организация не будет долбиться в вашу квартиру, а откроет щиток и посмотрит то, что ей нужно. А управляющая компания просто может снять показания. Водяные полотенцесушители заменили на электрические. Это, я считаю, тоже плюс, так как здесь вижу преимущество такое, что электрический полотенцесушитель можно включить тогда, когда тебе нужно. А водяной работает тогда, когда есть горячая вода. Но шумоизоляции, межэтажных перекрытий, все как обычно у ЦДС. Всего лишь 5 миллиметров подложка под стяжкой. И я полагаю, комфортного проживания это не даст. Будете слышать всех своих соседей. Друзья, вот кто проживает уже в этом жилом комплексе, напишите, пожалуйста, в комментарии, как дела обстоят с шумоизоляцией и вообще с качеством дома и квартир. Класс энергоэффективности зданий B и D. Но если с классом B, конечно, все понятно, но здания с классом энергоэффективности D и E проектировать не разрешается. Вот будет очень интересно прочитать комментарий от ЦДС по этому поводу. Квартиры в комплексе представлены от студий до трехкомнатных квартир. На данный момент и есть проекты 8 жилых зданий и 2 паркингов. В двух паркингах будет 400 машиномест, которые еще нужно приобрести за свои деньги. На сегодняшний день машиноместа в паркинге стоит от 490 тысяч рублей. А сдача запланирована согласно проектной декларации застройщика на второй квартал 2024 года. Согласно проектной декларации застройщика, восьми жилых зданий будет 3343 квартиры. Студии и однокомнатные квартиры займут почти 80% от общего числа квартир. Двухкомнатные квартиры почти 18% и трехкомнатные квартиры почти 3%. Глядя, конечно, на такую квартирографию, мне становится все понятно. А вам? Квартиры застройщик передает чистовой отделке. Высота потолка будет варьироваться от выбранного вами литера от 2,55 метров до 2,76 метров. Примерно в двух километрах от комплекса расположена Бугровская средняя школа. Данных на 23-24 учебные года я, к сожалению, не нашел о вакантных местах в этой школе. Но, полагаю, естественно, первые классы будут. В километре 300 метров от комплекса расположены детские сады за номером 35. У детского сада три отделения. И, согласно официальных данных от детского сада, вакантных мест нет. Первый свой дом застройщик сдал 3 ноября 2022 года. Прошло чуть больше года. Идемте все внимательно посмотрим, что стало с этим домом по истечению данного времени. Вот такая дорога к жилому современному комплексу. Травы здесь нет. Обратите внимание вот на это. Но тут такое ощущение, что грязью специально поливали. Плитка смотрится так себе. Грязнющие окна, ничего не отмыто. А прошло уже больше года. А здесь внизу, смотрите, обычный поребрик просто прилепили. Отмостка из асфальта. Мы уже знаем с вами, что асфальт пропускает влагу. И выглядит это вот так все. Вот эти дома все сданы больше года назад. До сих пор почему-то стоит вот такой непонятный забор. Здесь, да, помните, что должно было быть, но здесь этого нет. И глядя на арматуру, я понимаю, что он так стоит уже давно. Издалека, конечно, фасад смотрится интересно. Даже интереснее, я бы сказал, чем кирпич. Ну вот есть вот такие места. Вот такие места. Какие-то дырения. Вот видите, смотрите. Здесь пена. Возможно, когда сверлили, просверлили, а не там и запенили. Вот здесь кондейс стоит. А возможно было промерзание исправляли. Вот здесь провод висит. Ну как-то, знаете, в новом доме такого, считаю, не должно быть. Но хотя бы подъезды в уровень с землей. А если подойти ближе и все внимательно посмотреть, то видны вот такие места. Видите? Вот эту часть, считаю, нужно выносить было дальше, потому что вот здесь, видите, дырень. Она ничем не закрыта. Там виден какой-то утеплитель засунули. Но туда влага все равно будет попадать. И сам металл, он не доходит до самого фасада. Соответственно, тоже будет попадать, соответственно, влага. Такой забор, знаете, вроде даже ничего. Вот здесь понимаешь, что должно быть то ли освещение, то ли для замков включен. Вот видите, что-то должно быть. Либо это для электричества, для того, чтобы ворота открывались. Но этого здесь нет. Если обратить внимание на рендеры застройщика, то там видно, что тут райские сады, высоченные сосны. Да, здесь есть деревья. Здесь кое-какой-то есть ландшафтный дизайн. Из плюсов, конечно, это очень большое. Расстояние. И, пожалуй, это самый красивый двор, который я видел у ЦДС. Ну, конечно, сейчас понятно все в снегу. Это не так красиво смотрится. Но вот на рендерах почему-то застройщика было видно трава. Наверное, специальные маркетологи подкрасили. Тут она есть, но видно, что она не вся взошла. Если бы она еще была с того года, то она была бы... Да, так видно, что ее только-только-только посадили. Конечно, красиво сделан вот этот камень. Очень интересны лавочки. Полагаю, удобны. Видите, они такие выгнутые спинки. Смотрятся, конечно, красиво. Здесь обычное набивное покрытие. Могли бы положить брусчаточку. Смотрелось бы, конечно, поинтереснее. Но и стоило бы дороже. Застройщик бы не смог заработать больше денюшек. Как это у него произошло. Здесь, соответственно, мы видим недорогое оборудование для детей. Лужи. Ну, конечно, когда вот это все проектируешь и делаешь, мне кажется, делать так, чтобы был нормальный дренаж. Чтобы дети не играли по колено в воде. Потому что, ну, как можно эксплуатировать эту детскую площадку, если здесь уже есть вода. Но при этом отмечу, что сама, в принципе, концепция. Если бы сделано было хорошо, то было бы вообще супер. Так можно поставить оценку 3 за то, что здесь... Вот видите, прям низина получается, где горка у детей. Где они должны лазать и прыгать. Естественно, сюда навряд ли, наверное, кто-то будет бегать и лазать. Отпускать, соответственно, своих детей. Ну, в непосредственной близости. Кто знает, этот жилой комплекс. Там еще стройка идет. Ну, конечно, он выглядит вообще жутко. Как проект ЭЦДС, к примеру, в Янино. Ну, вот видите, здесь ливневочка есть. Надеюсь, она все-таки работает. Снег, похоже, управляющая компания убирает. Ну, вот видите, остались подоны. Вот такие места. Здесь либо эта дырень была, либо это все провалилось. Вот здесь либо сбили, либо уже так все поставили. Это для парковки велотранспорта. Ну, вот внешний вид, знаете, такое ощущение, что идет какой-то капитальный ремонт здания. У меня нет ощущения, что вот это, друзья, дом, который сдали год назад. При этом вам скажу, что вот эти все дома, их сдали в один день. То есть чуть больше года прошло, а все вот в таком состоянии. Ржавчина. О, вот смотрите, плитка. Нет, вернее, кирпича цветного нет. Там виден утеплитель, какая-то антенна стоит. Внизу мусор. Вот сюда, когда попадает влага, уходить даже некуда, потому что нет технологических отверстий. Но вот зато, видите, вот так били арматуру, не могли что-то сделать более лучше, найти способ. Ну, правильно, арматуру мы покупаем, поэтому сделаем так. Здесь видно, видите, герметиком не прошлись. Здесь дырень. И вот так по всему, друзья, фасаду. А вы это покупаете и мучаетесь. Вот видите, как сделано классно. Вот так должно быть раз. И вот это помазали, а тут дырки, а пофиг, так пойдет. И вот если здесь идти везде, то вот это тоже странное нагромождение. Тут он больше отлив, тут он меньше. Здесь дырение. Ну, блин, вообще просто нет слов, почему так все делают убого. Большая цифра, плюс, не про красы, минус. Посмотрим, где... О, открыто, классно, да? Заходим. У нас с вами, друзья, тамбур. Это здорово, потому что всегда тамбур отсекает. Холодный воздух от горячего, горячий от холодного. СДС управления домами. Шикарная управляющая компания. Построили, продали квартиры, заработали денег. И еще дальше будем вас доить. Интернет от Инива. И смотрите, что у нас тут. Для меня плюс закрылось, что здесь большое остекление, и вот сразу видно, кто там есть. То есть это безопасно. Ну, если бы, конечно, работало... Ох ты, друзья, смотрите. Сразу-то я не заметил, какая красота. Ну, это по-ЦДС-овски нормально вот так делать в новом доме. И как хейтеры обычно говорят, но это же новый дом, Андрей. Его еще потом достроят. Щели все замажут. Что ж вы так ругаете их? А вот это, друзья, синего цвета, это обычные защитные колпачки, чтобы датчики не сработали. Видим в центре экрана зумер. А, зумер вот работает. Вот была бы табуреточка, я бы его даже снял бы. Вот видите, как принимали дом с этими колпачками, я, честно говоря, не понимаю. Потому что если здесь будет задымление, то датчик не сработает, потому что дым не будет попадать в этот датчик. Это ваша безопасность. Заходим дальше. Убогая подводка к радиатору отопления. Нельзя было что-ли зашить, по-другому сделать красиво трубу. А, и так пойдет. Почтовые ящики. Выглядят неплохо. Прикольно, кстати, сделаны циферки. Ну, слушайте, смотрится хорошо. И здесь, как видите, большое количество. Есть колясочная. Здесь еще, видите, доп-труба есть. Хорошо, хоть дверь закрыта. Ручки отсутствуют. Ну, небольшое помещение на этот дом, наверное, я считаю, маловато. Идем дальше. Здесь хотя бы есть табличка. Лифты. Молодцы. Вау, смотрите, какая здесь красота. Здесь сразу видно, есть ли пожарные рукава, либо, соответственно, их нет. Вот так закрыли и забыли снять. Год уже прошел. Супом пахнет. Здесь белая отделка. Смотрится хорошо, но для меня, например, основные минусы – это вот эти изделия. Короба смотрится дешево, убого. Блоки слаботочки смотрятся здесь тоже неуместно. Но вот здесь, кстати, обращу внимание, что забрало даже ничего установили. А вот здесь могли бы нормально покрасить, залепить хотя бы малярным скотчем для того, чтобы не было вот здесь краски. Здравствуйте. Шестая квартира. Это вообще непонятно какая. Тут забыли лючок поставить для обслуживания канализации. Здесь тоже должна быть табличка «Её нет». Скоро бы защитную пленку не сняли. Ну, за год тяжело. Ну, тут, соответственно, с датчиками то же самое. Тут, видно, еще идут ремонты. Потому что сдать – это одно, а потом еще можно год достраивать. Это у нас сейчас, к сожалению, очень нормально стало. Давайте посмотрим. Лифтовой холл. Здесь мы с вами видим систему для МЧС, чтобы звонить, если кто-то в лифте застрял. Должны быть красивые светильники, они отсутствуют. Зато есть блок для пожарной сигнализации. Где-то что-то тут должно нам показывать. Что-то работает, а что-то нет. Плиточка, похоже, такая, знаете, из Леруа Мерлен. Радиатор. Здесь обратите внимание, что у нас тоже, видите, провода, я даже не знаю, под напряжением они или нет. Тут есть изоляция, тут нет изоляции. Это очень безопасно. Особенно для детей. Можно трогать их руками. Спасибо, СДС. Ну и, конечно, сделано все, знаете, так, тяп-ляп. Это лифт. Лифт находится вот так. Так застройщикам дешевле. Но для нас это, к сожалению, неудобно. Об этом я говорю постоянно. Ну, спасибо, конечно, компании, провайдеру Янива, что они хотя бы зашили это баннером. И нет ощущения, что ты в строительном вагончике. А вот здесь, смотрите, что пишут соседи. Не надо писать типа в лифте, а разговаривайте между собой. Пятнадцатый этаж, квартиры. Вроде все беленькое, светлое, большое пространство. Мусор, битое стекло, окно с видом на колхозные поля и на стройку. Так, пойдемте смотреть межквартирный коридор, а потом все остальное. Ну, во-первых, да, вот у меня сразу вопрос. Больше года прошло, пленку защитную снять не судьба. Да, не суперуправляющая компания ЦДС, не суперзастройщика. Ну, там дырение, нормально, и так пойдет. Вы же бабло уже заплатили, и нам уже насрать. Мы же дом сдали. Ну, вот видите, снимали, до конца не сняли. Я не уделю, что это дети оторвали. Господи, а вот это для чего? То есть вот это, знаете, для того, чтобы дверь открыла, какая-то сигнализация сработала. Окно, там ничего не видно, света нет. Здравствуйте. Здесь есть хотя бы указатель, какие квартиры, по какую сторону, соответственно, находятся. Ну, и коридор, конечно, здесь напоминает такой же, такая же отделка, как и в коридоре на первом этаже. Также открыты лючки, не снята защитная пленка, все как на первом этаже. Но там только что не было такого барного замка, а здесь он, соответственно, есть. Немножко лично мне не хватает света. Я бы хотел, чтобы здесь было чуть ярче, потому что здесь не хватает света. Здесь находится у нас система топления, здесь счетчики для доступа. Ну, так и ворота, знаете, сделали. Такое ощущение, что здесь, знаете, пулемет отсюда выйдет. Ну, как-то надо было по-культурному, мне кажется, делать. Ну, это, на мой взгляд, может быть, кому-то это и нравится. Всего лишь чуть больше года, и ржавчина сжирает ваш дом изнутри. Лестничные марши завода. Мы такие уже с вами видели и не раз. Оделка светлая, смотрится неплохо. Лестничные марши, как обычно, не отмыты. Наверное, забыли. Хабарики, мусор, оголенные провода. Все в классике от застройщика. Потайная дверь. Тут точно живет Карлсон. Поднимемся выше, и, может быть, нам улыбнется удача. Вот этот, знаете, на всякий случай оставили утеплитель. Что это у нас? Штукатурка. Похоже, да? Да, штукатурка. Клапан. Выход на кровлю. Друзья, смотрите. Опа. Да. ЦДС. Спустился на 14 этаж. Аналогичная ситуация с датчиками. Вот эти защитные колпачки нигде не демонтированы. А, уважаемые жильцы, это ваша безопасность. Их нужно снимать, потому что, если, не дай бог, что-то, они просто не сработают. Ну, торчащие оголенные провода. Да, это так по-ЦДС-овски. Ну, даже, видите, штукатурочка сыплется потихонечку вниз. Давочек сняли, потому что, конечно, неудобно, когда такая широченная дверь. Ее нужно постоянно открывать-закрывать. Она стучит, бьет ручкой в стенку, оставляя вот такие следы. Здесь тоже темно, и все, как и выше этажом, мы с вами видели. Да, знаете, такое ощущение, что я попал в панельку от ЛСР, где сделали все беленькое, широкие достаточные коридоры. Но при этом из-за вот этих убогих конструкций, где проходит коммуникация, то есть, если бы они их сделали вот там, то тогда бы площади были в квартире меньше, и можно было заработать меньше денег. Они их вынесли в коридор, и вот ты смотришь, вроде коридор был бы, вот если бы он ровно смотрелось бы, намного лучше, считаю я. Но, к сожалению, есть то, что есть. Вот здесь, обратите внимание, хотя бы сняли обшивку. Черное с белым смотрится неплохо. Кнопка вызова одна, комфорт-класс. Нет никакой нумерации, на каком этаже находится лифт, не понимаешь. Едет он, не едет там, застрял. Может, тебе надо идти, соответственно, пешком. Ну да, картинки всегда красивые, веселые от застройщика. А в жизни совсем все по-другому. Вот это разве так нормально? Ну, конечно, кто-то скажет, да что ты, новый дом. Дому больше года. И все вот в таком виде. Когда сдаю дом, напомню, он должен соответствовать 100% проекту. А для вас, уважаемые хейтеры, скажу вам следующее. К примеру, вы приходите приобретать новый автомобиль, он пришел, вы пришли его покупать. А говорите, а где колеса и торпеда? А вам говорят, он же новый. Мы его только сделали. Приходите, через полгода мы вам довезем колеса и торпеду. С домами аналогично. Выйдем во двор, пройдем чуть дальше. Да, слушайте, ручки, кстати, а вот это еще работает, предыдущие как-то плохо работает. Вон, видите, здесь тоже дырка для вентиляции, наверное. Вот, да, нижняя часть фасада смотрится такое ощущение, что это капремонт. Что, знаете, еще не доделали, не доотмыли. Так, чуть выше смотрится уже, конечно, поинтересней. Но я, честно, ожидал увидеть большего. Но я не увидел то, что видел у застройщика на его веселых картинках. Да, понятно, что сейчас еще снег, еще он до конца не растаял, травка вся не зазеленела. Внешний вид, конечно, совсем другой будет, когда это все будет зелененько, и смотреться это будет все по-другому. Но на данный момент, к сожалению, вот если даже не обращать внимания на зеленый двор, то здесь домами какая-то жесть. Вот здесь вот видно, снег где растаял, что травы здесь просто нет. Убогие кустики, где эти высоченные деревья, как у вас на рендерах. Вот тут асфальт, вот кататься на велосипеде, здесь набивное покрытие. Тут уже все заржавело. Тут, видите, что-то у них произошло. Тут обслуживают они или еще что-то. Или вода просто не утекает. Закрыта территория без машин. Да здесь заходит кто угодно в гости, потому что все открыто. Видите, кабель канала красным везде выведен. Должно быть электричество, подсветка или еще что-то. Я не знаю, что у них там по проекту, я не помню. Но этого ничего нет. О, приямочек. Какая шикарная конструкция. Смотрите, друзья. Мало того, что она вот так под наклоном, может быть, это правильно, чтобы водичка уходила. Открытая распаечная коробка серого цвета. Пока сюда, кстати, шел большой, видел количество стеклопакетов. То есть люди, видно, принимают квартиры. И, как обычно, с окнами основная проблема. Из плюсов есть вывод для воды. Можно газон полить. Но отмозка из асфальта, это, конечно, не лучший вариант. Герметизация. Герметизация. В детстве, помню, любил в лужах, в ручейках пускать кораблики. Здесь же можно их пускать вот в этих шикарных приямках. И обратите внимание, друзья, на этот суперпроект. Где и здесь технологическое отверстие, чтобы вот это все уходило. Теперь будете ждать лето, пока это все испарится. Да, зато вот на примотали изолентой кусок провода антенны. Непонятно для чего. То ли сигнализация, то ли еще что-то. Плафона нет. Нормально. И так пойдет. И никаких надписей вообще, что это за помещение, что вот здесь находится, непонятно. Ну, про ступень я вообще молчу. Убогое творение застройщика. Криво, косо. И так пойдет. Сюда же никто не ходит, только управляйка. Да. Печально такое, к сожалению, видеть. Когда вот так строят, сдают вот так дома, их принимают. Вот, тут хоть дверь закрыта. Аллилуйя. Новые дома. Смотрите, как вам это море, друзья. Слушайте, ну тут воды сантиметров 40-50, наверное. Вот здесь, если обратить внимание, смотрите. Отлива нет. Утеплители весь мокрый. Вы видите, как они качественно строят и делают. Здесь торчит арматура. Такого не должно быть. Открытая арматура не должна быть. Защитный слой бетона должен быть не менее двух с половиной сантиметров. Здесь мы тоже видим, нет отлива. А правильно, а зачем он? Зато сверло оставили. И здесь тоже море. А вот здесь дырение. О, вот они. В центре кадра, видите? Там вентиляцию сделали, похоже. Красавчики. Что из подвала влага уходила. Тут видны уже ремонтные работы. А знаете почему? Потому что вода туда попадает и все разрушается. Так и строят. Я, кстати, первый раз вижу, чтобы сам поребрик применяли при строительстве фасадов. Это ноу-хау от СДС. Вау! Это что такое, друзья? Ничего себе! Это ручка строительная для окон. Вот это да! Так что, знаете, если у кого-то нет ручки, можно вот здесь позаимствовать. С тема допуска. Элтис. Из плюсов, самое основное, это вот расстояние между домами. Ну и симпатичная детская площадка. И симпатичная труба. Да. Слушайте, ну входные группы. Вот сами двери, вот эта желтая окантовка, чтобы их было видно, смотрится прикольно. А сам фасад смотрится, вот начиная с третьего этажа, как-то интересно. А вот это зеленое. Вот это синий, вспомнил. Вот синий, кстати, еще как-то более-менее смотрится здесь. На мой взгляд, да. А вот с зеленым, ну как-то, знаете, такое ощущение, что чего-то здесь не хватает. Как-то он очень просто смотрится. Просто. Ну, конечно, куда же баки для мусора ставить, как они под окнами, не под окна жильцам первого этажа. Мусор, да. Невский технолог. Вообще позор проектировать такие проекты допотопные. Это по мне жесть какая-то. Застройщикам понятно, им пофиг, им лишь бы дешевле. Куда смотрит Гостроенадзор, администрация Ленинградской области. Непонятно. Да и принимали, похоже, сквозь пальцы. Разве вот отсутствие крепежа должно быть в проекте? Как считаете, вот сюда влага попадет или нет? Потом штукатурочка отвалится у вас или нет? Как считаете, друзья? Особенно те, кто купил здесь квартиры. О чем вы думали? Добрый день. Аналогичная ситуация. Когда-то, наверное, это доводчик или ограничитель. Да, когда-то был ограничитель двери, похоже. Пока его, наверное, не украли. Колясочная, почтовые ящики. Да. Как-то все достаточно уныло. Вот тоже, да. Где здесь вот стекло? Его здесь нет. Здесь аналогичная ситуация. Тут вообще вон стенка. Хотя бы что-то, не знаю, повесили бы, нарисовали. Смотрелось бы, конечно, поинтересней. Ну, хотя бы есть указатель также к лифтам. Давайте проедем с вами на последний этаж. Пассажирский лифт. О, отец. С режимом регенерации энергии. Ну, ничего себе. 15-й этаж. Ничего себе, он еще и разговаривает. Выходим. Указатель. 15-й этаж. Большое окно. Ох ты, тут все как на ладони. Вся стройка. Как это все застроит. Все поля, понимаете, да? Все это застроит. Будет большой еще. Еще один. Новый Санкт-Петербург. Есть новая Москва. А здесь новый Санкт-Петербург. Вот здесь, кстати, обратите внимание. В черный цвет окрасили. И смотрится прикольно. Когда окрашено в серый, уже ведь немножечко другой. И тут более чище лестничные марши, чем мы с вами видели до этого. Пленочку практически до конца сняли. Ничего себе. Была бы светло-серая плитка, чуть большего размера, ровные бы стены без вот этих выступов, смотрелось бы все намного приятнее. Ну и лучше шумоизоляция. Слышно, как через дверь лает собака. А вот здесь, обращаю внимание, защитные колпачки вот эти синего цвета, видите, демонтировали здесь, здесь и здесь. А где я снимал был, в другом литере, там это не сняли. И это, друзья, очень опасно. Выходим из лифта. Обратите внимание, здесь есть светильники. А в том подвезде я встретил жильца, он сказал, что их не повесили, чтобы их не сломали. И здесь, смотрите, хотя бы выход во двор, а там этого нет. Вот где-то они сделали, а где-то нет. Так, ну не во двор, нам нужно на улицу. О, выход на улицу. Очень, конечно, все интересно, как делает застройщик. Видим большое количество автомобилей. Парковка. Понятно, что здесь вообще вечером все забито с утра. Тут фасад чуть лучше отмыли, чуть лучше сделаны входные группы, лицо комплекса. Но вот здесь видно разбитое стекло. Интересно, вот сколько это уже фанерка стоит, тоже, наверное, год. Камень, конечно, красиво в сетке смотрится. Здесь есть скамейка, чтобы посидеть. Такие урны. Еще нашел одно шикарное место. Ну, мало того, что здесь уже он начинает жрать ржавчина. Ограждение. Обратите внимание, что творится здесь. Какой здесь порядок. И вот чтобы это все обслужить, нужно, получается, открывать, заходить в подвал, открывать окно, сюда вылазить, убирать, залазить обратно. Знаете, тоже все делали, скотч оставили. И так пойдет. Печально, конечно, что так происходит, что такое качество большинства новостроек. Вот аналогично, видите, море волнуется, раз. Все в воде. Ну, ничего, будет лето, все высохнет, скажете вы, конечно. О, пивточка, скоро открытие. Пришел домой, вечером бухнул, и у тебя уже все хорошо. Дворы без машин, закрытая территория, и открыто все настижь со всех сторон. Паркинги, детские сады, школы. Все-все будет, все будет. Вы, главное, сегодня и сейчас купите у нас квартиру. Одинокий скотч хвостиком нам машет. Окрасили, а снять забыли. Смотрите, как красиво окрасили вместе с витражным остеклением. Ай да молодцы, ай да ЦДС. А где же трава? Тут видна грязь со стройки, битый кирпич, бетон. Куски дерева, травы почему-то здесь нет. Ну и стандартно все. Две полосы, достаточно узко. Здесь все припаркованы машины. Здесь даже, в принципе, не проедет и машина МЧС, потому что для нее места мало. Ух ты, еще один приямок. А это, наверное, чтобы никто не видел, что здесь море волнуется. Три. Интересно, это УК сделала или ЦДС? Компания Уютный дом. Напомню, кстати, у ЦДС своя управляющая компания. Вот так они обслуживают. Но зато здесь с уборкой все достаточно неплохо. Где есть дорожки, снежок, достаточно... Ну, в принципе, все чисто. Молодцы, убрали. Недорогие детские площадки. Паркинг. Ну, все смотрится очень-очень недорого. Вход в паркинг. И вот эти такие клумбочки, знаете, ну, чем-то мне вот они реально напомнили мне, когда я был на Васильевском острове, в Смоленское кладбище, могилки. Вот реально очень напоминает. И вот здесь я тоже обратил внимание. Да, понятно, что это ЦДС. Тут нельзя ожидать чего-то хорошего. Все. Все вот так. Видите? Вот такая красота. Кирпич уже валится. И вот сделали такой лестничный марш наверх. И вот наверху просто ничего нет. Ну, я не знаю, надо было как-то подумать и как-то организовать вообще вот это все, наверное, совсем по-другому. Но обратите внимание, да, понятно, что не у всех есть возможность приобрести машинное место в паркинге. Поэтому вот все-все, где есть свободные места, на дороге все везде забито машинами. Вот не дай бог, что, как сюда может проехать пожарная машина. Да никак. Тут если только танком или БТРом ехать по этим машинам. Дальше обращаю ваше внимание. Вот если смотреть на сданный дом год назад, это монолит, это кирпич. Новые очереди. Уже здесь другая система фасадов, так называемая мокрый фасад. Расскажу об этом чуть позже. И давайте смотреть. Ну, тут все в обычных, привычных нам уже для ЦДС нормативах. Убогие, гниющие, ржавеющие ограждения. Наверное, чтобы собачка, попугайчик, голубь не смогли пройти на типа газон, где растет колхозная трава. Искусственный камень, видеонаблюдение, открытые бетонные плиты. Я уже не раз говорил, что это не очень-то и хорошо, потому что когда холодно, все это промерзает. Здесь мы прекрасно видим, как сделан переход отлива. То есть все криво-косо, вода везде будет попадать. Капает вода вот не только с вот этого, не крыльца назвать, с этого, с навеса. И там изнутри, тут какая-то пена. Ну, блин, вообще очень-очень странно. И вот здесь обратите внимание, как они там отлив этот сделали. Такое ощущение, что вот этот уже навес они сделали потом. Вот эти убогие ржавые подъемники, которые просто не работают. Здесь вообще, обратите внимание, просто торчат провода. Не знаю, под напряжением они или нет. Понятно, что это не функционирует. А для того, чтобы вам подняться наверх, если у вас есть коляска с ребенком, либо вы из маломобильной группы населения, что вот здесь, я не знаю, здесь даже ребенок может споткнуться, посмотрите, обслуживание на кол и строили, наверное, так же. Может быть, это даже со стройки уже вот все вот в таком виде. Нужно вот это убогое сооружение раскладывать. Давайте попробуем. Так, руку бы не прищемить. И вот так. И вы, соответственно, с пулеметом Максим, ой, извините, с коляской, заезжаете наверх, оставляете здесь своего любимого ребенка и складываете обратно этим же порядком убогую, на мой взгляд, конструкцию. Ну вот, когда вот такое делают, это, конечно, не очень здорово. Ну и прямо здесь находится у нас управляющая компания CDS. Молодцы! Что еще хочу отметить? Ну вот это, да, везде ставят, убогая штука. Вот это намного интересней, где ноги оттряхаешь и потом поднимают, и отсюда выбирают весь песок. Утилизируются двери сами по себе. Смотрите, все уже практически. Ну вот еще немножечко пройдет пару лет, наверное, они будут вываливаться уже. Система допуска, маршал какая-то, я такую первый раз вижу. Табличка есть. Управляющая компания ЖЭС. То есть у CDS даже денег не хватило, чтобы здесь повесить нормальные таблички, чтобы понимать. Парадная номер три. Ну, парадная, конечно, тяжело назвать. Для меня это обычный подъезд. Ну, спасибо, хоть есть нумерация с первого по семнадцатый этаж, и где находится какая квартира. Но к вам едет таксист. Если он не знает, где какой подъезд, то отсюда достаточно плохо видно. То есть должно быть очень хорошее зрение, чтобы увидеть эти мелкие-мелкие цифры. Все должно быть крупно. Я считаю, должно быть удобно для людей, чтобы они могли увидеть, где что находится. А здесь дом находится вот такой, получается, на стелобат. Внизу у нас паркинг, детские площадки. Ну, с деревьями здесь не пахнет. Какие-то кустики, возможно, есть трава под снегом не видно. Здесь кусты, вот одно дерево, ну и вот там второе. Все. Вот это озеленение от CDS. Ну, надеюсь, что вот в этой уже второй очереди они все исправят, потому что у них, если обратить внимание на рендеры, просто райские насаждения, большие сосны, высоченные деревья, красивая и ровная трава. Я, знаете, когда сюда ехал, у меня было первое впечатление, что здесь намного лучше, чем то, что я увидел. Ну, это просто реально какое-то убожество. Мне очень жаль людей, которые вообще покупают квартиры вот в таких местах. Здесь, наверное, жить можно будет лет через 30 или 40, когда это все демонтируют и построят хорошие и современные дома. Вы платите за это свои деньги, влазите в ипотеку на 30 лет, переплачиваете 3-4 квартиры и покупаете вот это. Одумайтесь. Компания «Уютный дом», город Тихвин. То ли украли, то ли заказали и не могли написать «бугры». Если обратить внимание на входную дверь изнутри, то она тоже уже вся покрыта ржавчиной. Здесь у нас есть тамбур, но в тамбуре мы почему-то не видим никакого углубления, чтобы нормально положить коврик. То есть он будет постоянно елозить по вот этой достаточно большой и крупной плитке. Здесь мы с вами видим обычные почтовые ящики. Такие почтовые ящики, друзья, мы с вами видим в каждой советской панельке. Мы зашли, я даже не знаю, как это назвать, но это не парадно. Это обычный подъезд со вторым тамбуром. И здесь огромное количество почтовых ящиков, потому что в домах ЦДС огромное количество квартир. Напомню, почти 80% это студии и однокомнатные квартиры. Первый этаж. Здесь, наверное, живет Карлсон или еще кто-то домовой. Слушайте, ну такое ощущение, что я попал в подвал. Пломбы вскрыты. Ого, пожарные рукава есть, ничего себе. Даже не знаю, кому сказать спасибо. То ли застройщику ЦДС, то ли управляющей компании. Но забрало все как обычно, криво-косо, по-другому делать не умеет. Слушайте, ну вот, не знаю, цвета, конечно, подобраны. Здесь, если бы хотя бы, не знаю, может быть, белый цвет был, смотрелось бы не так мрачно, как смотрится вот этот какой-то сероватый цвет. Но это лично для меня, для кого-то, может быть, и по-другому. Выход у нас в вторую сторону. Но здесь аналогично лестничный марш и убогая вот такая конструкция. Но вот когда это все проектируют, знаете, у меня ощущение, что это проектируют двоечники. Другого слова у меня нет. Выход. Так, это выход. Слушайте, здесь уже можно заблудиться, потому что, обратите внимание, указателей просто нет. Где лифт? Непонятно. Похоже, что он вот здесь. Цветная плитка, криво-косо окрашена. Три лифта, так как огромное количество квартир. Ну, спасибо за табличку. Первый этаж. А вот здесь мы можем посмотреть на качество сложенной плитки, на эти швы. Криво-косо. И так пойдет. Квартиры-то уже купили. Кнопка вызова раз. И два. Есть нумерация, знаешь, на каком этаже находятся лифты. Заходим. Поедем с вами на последний этаж. Ну и обратите внимание, что лифт получается вот так находится. Когда вы длинномерные предметы и крупногабаритные затаскиваете, это может быть не очень комфортно. Тут уже все расшито, потому что квартиры все с чистовой отделкой от застройщика. Есть зеркало. Подписывайтесь на канал и обязательно поделитесь ссылкой на это видео. Могилев лифт Маш. Едет медленно, тихо, немножечко что-то подхрустывает. Но, в принципе, лифт смотрится достаточно неплохо. 17 этаж. Открываются двери, выходим. 17 этаж. Здесь, конечно, вид совсем-совсем другой. Никаких тебе указателей. Здесь мы видим, что уже что-то подмазывали. Соответственно, текло, видна пена. Отделка. Набросали просто штукатурку. Ну, хотя бы цвета по интересу зелененький, такой бежеватый. Вот такая амбразура. И заходим мы с вами в межквартирный коридор. А здесь у нас вторая дверь, потому что там еще есть квартиры. Сюда спрятали отопление. То есть здесь у нас должны быть счетчики, потому что разводка здесь горизонтальная. Ну, вот здесь, кстати, смотрится по мне намного лучше, потому что здесь цвет стен более приятный. И, конечно, понятно, да, и видно. Вот у меня ощущение, знаете, что я попал в очень недорогой, очень бюджетный, криво сделанный дом. Здесь вторая очередь, когда, конечно, стены окрасит, будет смотреться, по мне, намного интереснее, чем даже вот этот из кирпича. Здесь видно, что большие оконные проемы, холодное остекление на лоджиях. Есть элементы из кирпича. Не обращайте внимания вот на эти темные пятна. Это потом доштукатуривали, где-то что-то исправляли. Это, в принципе, все нормально. Здесь мы видим уже, вот пошел, наверное, то ли это грунтовка, либо первый слой краски. Ну, соответственно, вот такой вид. Отсюда сверху, кстати, отлично. Можно посмотреть на этот двор. Двор достаточно большой. И, наверное, даже всех этих площадок на один дом это точно хватит. Потому что здесь, видите, раз площадки внизу, спускаясь вниз, где вот, видите, то ли это заезд, то ли выезд в паркинг. И здесь, соответственно, у нас находится вот мусор, контейнер для выброса бытовых отходов, спортивная площадка, еще спортивная площадка для деток. И поиграть в футбол и баскетбол. Ну, не знаю, мне кажется, вот в буграх пока из того, что я видел, есть и Энфил. Да, вот он хотя бы более-менее какой-то уже обжитой. Там большое количество домов. Тоже проблематично выезжать, как и везде. Но зато хотя бы домики, ну, как-то смотрятся, мне кажется, может быть посимпатичнее, что ли. Потому что вот рядом тоже соседний комплекс. Но вот, знаете, такое ощущение, что их набрали из Советского Союза, самых-самых двоечников, колышников. И они вот проектируют вот эти убогие дома. Блин, ну почему такие вот... Застройщик вообще понятно, да, ему пофиг, ему чем дешевле, тем больше заработает. Но есть же у нас госстроенадзор, администрация района, губернаторы. Блин, ну почему вы разрешаете все это застраивать вот такими убогими сооружениями, на мой взгляд? Знаете, смотришь, и вот почему-то глаз не радуется. Что-то смотрю я на это монолитное перекрытие, примыкание к нему фасадной стены из кирпича. И что-то как-то не очень-то мне нравится то, что я вижу. А вот тут тоже, друзья, полюбуйтесь на вот этот трехэтажный пандус. Мало того, что он трехэтажный, вообще не поднято. Для чего так? Почему вот просто вот так не сделать? Там ступени, почему не сделать, а ровную площадку, чтобы можно было проще и удобнее закатить. Ну и обратите внимание на качество. В буграх бугристый булыжник. Смотрите, как все полезло и поперло. Ну пока гарантия есть, надо исправлять. Ого, елочки, елочки есть, друзья, не все так плохо, елочки. Ну ничего себе, мох, елочки. Все как в лучших традициях новостройки от СДС. Так как есть определенные нормативы и нет возможности построить дом, к примеру, там 100-200 метров в длину, поэтому строят секции. И между секциями есть определенное расстояние. Давайте посмотрим, как в данном доме это организовал застройщик. Вот эти, друзья, две секции. Что мы видим здесь? Между ними мы видим утеплитель, вот где бетонное перекрытие, там что-то наподобие пеноплекса. Соответственно, монтажная пена, я так полагаю, это сделали уже сами жильцы, потому что там дуло. Вот так и строят. Как вам? Оцените по пятибалльной шкале. Уважаемое руководство СДС. Почему вы так себя сами не уважаете? Почему у вас такой убогий забор, и он у вас практически на всех таких стройках? Вот это что такое? Колючая пролока. Такое ощущение, что у вас строители просто цемент с штукатуркой и шпаклевкой тонами отсюда вывозят. Просто все в говнище. Вот на это смотришь, уважения просто реально никакого нет. Почему нельзя сделать ровно и красиво? Мне непонятно. Вот здесь, кстати, хорошо видно, как у них, видите, есть схема организации движения на строительном объекте. И здесь вот видно, как идет домик. Вот такой, знаете, в виде, как ракеты его построили. И понятно, что, например, где вот низ этой, скажем, ракеты, здесь будут немножко другие ощущения, находясь в дворе, нежели чем в более узком месте. Здесь обращаю внимание, что видно, что торчит обычная монтажная пена. То есть что-то там у них, то ли утеплитель не смогли поставить, то ли еще что-то. И вот зачем-то взяли все это под пенли. А, понятно, вот здесь, наверное, похоже, вот такая же дырень была. Вот сейчас в центре кадра, вы видите, похоже, наверное, и здесь такое же было. Я так могу полагать. Поэтому они это и сделали. Да, красавчики. Световые проемы, как мы сейчас с вами видим на наших экранах, закрывает все газоблоком. Потом идет утеплитель, сетка, штукатурка и краска. Это технология мокрого фасада. Кстати, напомню, что в Ленинградской области есть высотные регламенты. Больше 12 этажей строить нельзя. Но почему-то ЦДСу разрешили строить больше, как и другим застройщикам. За какие-то интересные заслуги им разрешили продать больше квартир. Остановка общественного транспорта. Огромное количество промышленных площадей. А вот это, друзья, паспорт на строительство улично-дорожной сети. Продолжение улицы Тихой от улицы Новостроек до гаражного проезда. Начало строительства 2-й квартал 22-го года, окончание 4-й квартал 22-го года. То есть уже закончилось. Обратите внимание, вот там мы видим вот эти дома. Огромное количество деревьев. И я смотрю сюда. Дома вижу, деревья не вижу. Друзья, может, видите вы эти деревья? У меня что-то со зрением. Я не могу понять. А, к примеру, если бы здесь уже посадили бы траву, деревья, то все бы смотрелось бы намного-намного красивее. Если бы застройщик сделал бы ровный красивый забор. А знаете, такое ощущение, что он со всех строек весь неликвид привез сюда и установил вот это убогое сооружение под названием забор. Здесь такой штакет, поменьше, побольше, на любой вкус и цвет. Если обратить внимание на утеплитель, здесь только у меня вопрос вот к этим выступающим ребрам. Там сверху видно, что нет утеплителя. Ну, надеюсь, задел. А так вот, где вот видите окна, все ровно, четко, красиво, даже неожиданно. Входная группа в один из литеров. Как мы с вами видим, я вам говорил, что лисичные марши привозят готовые завода. Качество бетона выглядит вот так. Вот так. То есть здесь вот, ну, вровень не сказать. А здесь немножечко вот так. Нормально, нормально. Здесь вот так. Вот, не хочу, конечно, придираться. Ну, вот, просто обратите внимание сами на монолит. То есть здесь либо установили косы, либо все давно съехало. Наплывы. Видно, что плотность у бетона разная. И вот так по всему дому. Пятый этаж. Тут все одинаково, поэтому смысла на самый верх идти нет. Вот он, кстати, утеплитель. 15 сантиметров. Если глаз не изменяет, обычный кирпич. Здесь вывели систему отопления для подключения в дальнейшем монтажа радиатора. То есть они вот так бетон вспороли. Межквартирный коридор. Первый здесь из особенностей. Везде СКЦ камень. Вот он. То есть когда это бетон, это одна, соответственно, прочность. Когда это блоки, это, соответственно, другая. А блок внутри у нас пустотелый. Вентиляция обычная завода-сборная. То есть его здесь смонтировали, приварили. И так она и стоит. Потом, соответственно, где нужно, выбивают отверстия. Вот видите, вот как здесь. И работает она за счет давления атмосферного воздуха. Гипсовые блоки. Это водостойкие гипсовые блоки. Соответственно, у нас здесь ванная. Вот, соответственно, у нас эти блоки. Сверх мы видим чем-то зачеканено. Каким-то раствором. Надеюсь, что хорошо сделано. Кстати, электрика проложена в гофре. Это, я считаю, большой плюс. Вот она ванная. Ванная комната. Здесь должна быть дополнительная стенка. Ну, вот здесь я, например, вот здесь, друзья, куда направляю свет. Там видно промежуток, что зачеханили некачественно. Здесь аналогично. Видим вот здесь трещину. Ну, и, конечно, вот здесь, вот видите, вот уже ржавчина. Вот эти, кстати, места после того, как проваривают, отбивают должны сразу окалину и потом скрывают специальной краской. И здесь видно, что вскрыли-то не до конца. И уже даже где есть краска, видно, она, может быть, была на закладных, то уже все поржавело. Ну, вот здесь что-то какое-то местечко было технологическое, которое закрыли вот так. Здесь дырень. Тут вот, видите... А, это они для прокладки труб. То есть, видите, здесь они его просто пробили. Мы видим с вами торчащую заржавевшую арматуру. Мы видим с вами свисающие куски бетона. Также мы видим, что вот здесь... Вот, смотрите, друзья, что вот здесь видно, что вот это отверстие они тоже пробивали. Пробивали, что, соответственно, делать нельзя. Это запрещено. Здесь должны были быть обычные технологические проемы, но видно, либо он был совсем маленький, либо застройщик про него забыл его спроектировать. Это говорит о качестве проекта. Торчит, видите, проволок. Они тут пытались заделать, но потом закидают. Ну, что сказать. Так нельзя, так не должно быть. Это раз. И второй момент шумоизоляции, сами понимаете, какая. Ну, и плюс, видите, торчащая арматура, она, соответственно, не работает. Она ржавеет, и так не должно быть. Об этом вам скажет любой строитель. Да. Качество на высшем уровне. Это у нас что-то похоже на... Не понимаю, то ли это кухня, то ли это у нас. Скорее всего, кухня. Но здесь самое основное, это первый момент, что широкие окна. И, пользуясь случаем, при помощи своего такого друга, хочу измерить вот здесь высоту потолка. 2,59. Монолитное ребро, обычный звонкий блок. Видим, как зачеканено вот здесь, да, обратите внимание, то есть вот такое ощущение, что дырочка. Тут кусочек блока уже откололся. Тут вставка другого блока. Тут они наклеены, цементно, что сажали, непонятно. Здесь уже обычная, похоже, штукатурка гипсовая, как и вот здесь. Это вывод проводов под щиты. Тут мы видим, что через каждые три ряда проходит арматура. Тут мы видим утеплитель. Давайте дальше пройдем. И видим, что здесь огромное количество студий и однокомнатных квартир. Это, кстати, лифтовой холл будущий пассажирский лифт и грузопассажирский для шумоизоляции. Вот, про что я вам говорил из проекта. Видите, раз стена, два стена. Внутри, соответственно, воздух. А тут просто дыра. Нормально. Велотер мы видим. Это жгут специальный. Он такой, знаете, демпфирующий. То есть для того, чтобы не было трещин на стенке. И зачеканено обычным цементным раствором. И вот здесь мы видим, что зачеканено не очень-то и качественно. О, здесь хотя бы медная проводочка. Видите, как сделали. Да, вот почему такую надо было дырку пробивать? Почему было нельзя, например, когда они это все монтировали, просверлить нормальное отверстие и не заниматься вот такой фигней. Ну, это вопрос уже к ЦДСу. Видите, коробка. Пробили. Вот она тут есть. А материал, кстати, пустотелый. Так, это выход. Давайте еще что-нибудь посмотрим. Торцевую давайте посмотрим. Вот, кстати, вот здесь идут все коммуникации. Это для электричества по всему стояку. Соответственно, как вот эти отверстия застройщик заделает, так и будет звукоизоляция. Ну, вот тут не знаю, как они это сделают, качественно или нет. Например, вот здесь уже видно, что цемент, к примеру, до конца не доходит. Надеюсь, там есть вело-терм. Какие-то трубки торчат, то ли под электричество, то ли еще под что-то. Здесь они отверстия просверлили, наверное, забыли просчитать коммуникации. Ну, в общем, все как обычно. Прихожая, выведенная электрика, камень из КЦ 15 сантиметров. Тут немножко водички текло, ничего страшного. Тут, видите, тоже вот... То есть, такое ощущение, что они лажанулись, потому что, видите, они это все закрывают. И здесь закрывают. И смотрите, как они это все закрывают. То есть, здесь, получается, они сверху положили утеплитель. Потом закрывают стяжкой, и типа, все нормально. А на самом деле здесь вот такая дырка в бетоне. И эту дырку нужно было закрывать. А это технологическое отверстие, которое уже выливалось на месте. А вот здесь мы тоже видим, что оно вырезалось. Вот арматура торчит, ржавая. Так не должно быть. Кассипоры, ЦДС. О, смотрите, так ощущение, жил, что ли, кто-то такое окошко себе сделает, чтобы не видно было. Капец, конечно. Но и вот тоже, обратите внимание, это технологические отверстия. То есть, здесь через них проходит специальный штифт, и на болты это все крепится для того, чтобы опалубка не разъезжалась. И пластиковые вот эти штуки остаются внутри. Ну, соответственно, пена – это не тот материал, которым это все зачеканивает. Зачеканивает либо специальным составом, либо и специальный шнур, который можно зачеканить. Либо старым детским способом – это пакля, перемешанная с цементом и забитая плотно туда. Ну, вот это ЦДС. Так, блоки уложены на цемент. Ну, тут вроде все нормально. Цемент, кстати, только у нас по горизонту, по вертикали. Они в пазы входят, там не нужен цемент. Разводка электрики. Вент шахта. Видим, что вот блок идет, потом идет бетон. Как в проекте. Из плюсов, что остекление, видите, полностью здесь внизу нет сэндвич-панелей, считая плюс. Ну, вот было бы еще дополнительное окно, здесь было бы, конечно, намного бы больше света. Ну, и плюс основной для меня, что большое расстояние до соседнего дома. Сами рамы смонтированы на пластины. Ну, вот здесь, видите, металлический идет уголок. Через какое-то время он будет ржаветь. Могли бы перемычки ставить не металлические, а из либо газоблока, из специальной перемычки, либо более дешевый вариант из бетонной, либо самим производить. Ну, вот пошли вот таким старым проверенным способом. Вот здесь тоже видно, вот он вилотером торчит. Слегка его зачеканили, совсем слегка. Вот здесь у нас там дрень в углу. Ну, нормально и так пойдет. Вы же за квартиры уже заплатили. Видим нижнюю подводку под радиатор. Она вырезана в стене из газоблока. Нормально, это газоблок. Это все-таки не несущая стена, как, к примеру, вот здесь. Ну, тут еще более-менее. Давайте еще зайдем в одну квартирку и пойдем. Ну, вот в эту, к примеру. Это у нас, ух ты, двухкомнатная, да ничего ж себе. Кстати, вот такой приобрел фонарик Киоми. Светит на до 240 метров, прикиньте, друзья. Ва! Яркий очень свет, все видно. Так, стяжечка, демпферная лента видна. Тут видно вот тоже вот это технологическое отверстие, видите, как закрыто. Если наверху посмотреть, вот то же самое. Вот получается, видите, обратите внимание, бетон. Сверху просто положили утеплитель, закидает сверху штукатурок и забудут. Здесь мы видим, что тоже... А, тут чуть ровнее сделали. Видно, от квартиры зависит. Где-то криво, где-то косо. Вырезали, да. Но вот здесь видно все качество. Смотрите сами, как вот это сделано. Потом не удивляйтесь, что будете слышать все-все на свете. Поете песни в своей ванне, а снизу и сверху сосед вам подпевает. Ну и ржавчину, да, вот здесь и здесь. Ну нормально, ничего. По идее, это у нас кухня. Тут просто, видите, нет винканала, поэтому непонятно. Но, соответственно, ну вот здесь тоже, да, вот зачекание на ней очень хорошо. Из плюсов, что стенка к соседям из бетона. Ну вот, если обратить внимание, видите, отверстия, ну, их обычно сразу закрывают, либо, может быть, потом перед штукатуркой. Но я не удивлюсь, что просто подштукатурят, и сколько набьется штукатурки, столько и останется. Из плюсов. Это, конечно, широченные окна. Я даже не поленюсь, чтобы измерить. Два метра у нас получается в ширину и метр шестьдесят шесть в высоту. Еще один у нас санузел. Вот с таким технологическим отверстием, который еще не успели заделать. А сверху уже, обратите внимание, заделали, но там все равно видно дырин. Вон, видите, материал проломился. Ну, ничего, подправит, нормально будет. Тут бетон висит на кусочке. Ну, что-то, конечно, впечатления, они очень-то положительные. Но штукатурочка все исправит, и вы этого, друзья, ничего не увидите. О, шикарное, шикарное оконище. Просто практически во всю стенку. Вот это огромный плюс. А тут второй выход. Это, конечно, получается, скорее всего, кухня-гостиная. Евро-трешка, наверное, так они ее продают. Кстати, да, вот обратите внимание, все, что выходит на улицу, видите, они для того, чтобы видно не было примерзаний, чтобы при проверке приемки никто не жаловался, забили пеной. И все на этом. А там к соседям и так пойдет. Ну, и здесь понятно, что прямо сверху видно, с крыши все вот это текло. Вот такое качество, друзья, новостройки. Пишите в комментарии, как вам то, что вы сейчас увидели. Понравилось вам или нет. Ну, и вот тоже, да, вот обратите внимание. Потом не удивляйтесь, что у вас там ржавчина везде проступает. То есть они изначально уже ржавые, здесь смонтированы, хотя должны быть оцинкованные. Вот такое качество труб, которые приобретает застройщик. Молодцы! Ну что, друзья, мы с вами сейчас увидели, как строит застройщик. Кстати, очень здорово всегда смотреть вот эту черновую отделку, то, что мы с вами не видим, когда они уже все заштукатурят и сделают чистовую отделку. Мы потом с вами удивляемся, почему это бетонный дом там, не должно же быть такого. Мы слышим соседей, почему такое качество, ржавчина там, прорывы трупов, все остальное. А потому что так качественно строят. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на это видео, а я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok